Виктория, из многих ваших выступлений, которые можно сейчас найти очень легко на YouTube, складываются четкие впечатления, и вы, по-моему, не раз об этом сами говорили, что в первую очередь, когда выбираете проект, с которым работать, смотрите не на идею, а на людей, которые ее приносят. Может быть, тогда у вас есть и рецепт, как определить, с кем из людей можно работать, с кого вкладывать время и деньги? Конечно, Дмитрий, спасибо, этот рецепт точно есть. Есть такое понятие в нашем бизнесе, в бизнесе инвестирования в ранние стартапы, это due diligence, персональный due diligence. Это часть, в которой мы определяем особое значение, особенно на ранних стадиях. Простите, я вот не совсем понимаю, что такое due diligence, что мы понимаем? Это оценка. Оценка? Оценка проекта перед тем, как мы принимаем решение инвестировать, она состоит из нескольких этапов. Я говорила об этом на выступлении сегодня уже, то есть это в первую очередь оценка модели, рынка, на котором модель будет применяться, командой, вот здесь вот самое главное, командой, своевременности той или иной модели на той или иной территории, вот про команду. То есть тема оценки команды, personal due diligence, она очень важна, когда ты инвестируешь в ранние компании. Там еще нету больших планов, там еще нету цифр, тех, которые можно анализировать, они правят equity подход. То есть бюджеты больше, чем на год, уже сюр, то есть они нереалистичные, поэтому мы особо внимания не обращаем на них, пусть они будут на два года, да, но реалистично мы смотрим на 12 месяцев, потому что в любом стартапе ситуация меняется ежемесячно, если не еженедельно, и пивоты, или микропивоты, они допустимы. Поэтому, то есть это apart. Самое главное, это персональный due diligence, и тут мы уделяем очень много времени, то есть ни одной инвестиции мы сейчас не делаем, не приехав в компанию, в страну, где компания находится лично, будь то Европа, любая из стран Европы, где мы инвестируем, это ДАХ, это Южная Европа, это Северная Европа, будь то Америка, это East or West Coast, Канада, Израиль, мы смотрим, приезжаем лично, беседуем в компании с фаундерами, теми, кто создал компанию, очень глубинное собеседование делаем, беседуем с ключевыми сотрудниками, так называемый C-Level Management, со всеми, и выборочно беседуем с менеджментом, который занимается разными направлениями, сейлз, бездев, маркетинг, продажа, разработка, то есть из каждого из этих департаментов цепляем несколько человек или одного, и с ними проводим собеседование, и это дает очень хорошую картину и понимание, идем мы или нет, я скажу даже больше, что где-то в 30% случаев отваливаются компании как раз на этой последней, самой важной стадии персонального дюдилидженса. Даже если идея кажется очень потенциально емкой? Верно, да, даже если идея рынок и все, даже запрошенные документы, которые мы анализируем, даже бюджет на один или два года, даже в принципе описание CV фаундеров и экзекьютивов темы, это заранее запрашиваем, до того, как ехать, оно кажется окей, даже после двух, трех или более скайпов, мы потом все равно делаем выезд на место и беседу уже с командой, проводим там день. Почему нельзя подкорректировать и идти дальше, если идея реально потенциально очень емкая? Пока не увидишь эту команду в работе, как это клик у них происходит совместно, пока ты не понимаешь, допустим, это монархичная структура, где весь менеджмент смотрит, что скажет фаундер, нас это не устраивает, где между фаундерами нечетко разделены роли, где есть какие-то несостыковки, мы начинаем копать в них. То есть многие интересные вещи начинают всплывать при персональном дюдилидженсе, при выезде в компанию. И плюс ощущение, которое ты ощущаешь кожей, то есть как работает бизнес вообще, то есть если это рабочая атмосфера, все ли живут этим, то есть насколько это расслабон, или, допустим, это все в материале. Это невозможно учить по зуму или там по видеоконференции, даже это невозможно. Поэтому это самая главная значимая часть дюдилидженса, на которую отпадает 30% компаний, мы определяем большое значение. Вот это действительно интересная тема, потому что многие, ну понятно, что венчурное бизнес и венчурное финансирование, оно на трех китах держится, как мне кажется, бизнес, футурология и еще эзотерика даже. Почему? Потому что очень многие ваши коллеги говорят, что интуиция важнейший фактор. Вы сейчас говорите про то, что кожей ты чувствуешь, что это идет или не идет. Это действительно настолько важный фактор, что ты понимаешь, твой человек, не твой человек, твоя команда, не твоя команда. Да, да, да. Ну, помимо этого, еще есть Дмитрий Саенс за этим. То есть еще нужно проанализировать статусы. После чего вы начали с вами. Да, статусы. А Саенс даже в персональном дюдилидженсе, когда ты анализируешь статусы главных действующих лиц компаний. Ну, что есть еще такая методика, когда ты отрабатываешь с HR-компаниями локальными и выявляешь, пытаешься выявить, допустим, были ли какие-то итерации фаундеров с этими HR-компаниями, пытался ли кто-то найти работу, об этом менеджмент не знаю. То есть какие-то моменты или звоночки развала команды, они могут быть выявлены в процессе вот такого дюдилидженса. Мы это делаем. Мы сотрудничаем плотно с международными HR-компаниями, с локальными и пытаемся это выявить. И оттуда уже начинаем копать, в чем проблема. И таки докапываемся до каких-то моментов, когда ты понимаешь, что если бы ты вложил, то уже побежали с корабля, а кто будет грести, гребцов уже нет. То есть эти вот вещи очень важные. В плане эзотерики, а тут, наверное, меньше эзотерики, больше психологии, потому что на ранних стадиях ты должен оценить вот этот вайб командный, понять от простых там стандартов, допустим, не ходи, когда это муж и жена, не ходи, когда это брат и брат, или брат-сестра, или сестра-сестра. Это нет. Есть какие-то случаи, которые срабатывали, но чаще всего это вещи, которые нужно, ну то есть мы стараемся избегать их. Есть ситуации, когда мы можем говорить да, но чаще всего это нет. Есть финансовый порог для компании, которые вот вы видите, что вот сумма такая, и дальше вы не сотрудничаете, потому что, ну, интересно. Это очень просто, это каждый фонд для себя определяет сам. У нас в том случае, например, ранние инвестиции, мы делаем с и оценкой компаний больше 20 миллионов. Ну, плюс-минус, это очень грубо, ну, 10, это вообще наша комфортная зона, 10 миллионов, ранняя сайта, сидерли стейч, то 20 плюс, в редких случаях, это может быть больше. Вот и все, то есть каждый для себя определяет сам. И с тикетами, вот начиная от 250, это как программа минимум, оптимально 500 и миллион. Тут тоже очень важно сохранять консистенции, так называемая, последовательность, то есть не бросаться там в одну компанию 50, в другую там 2 миллиона. Это тоже очень плохо работает. Такой опыт у нас был в начале, когда или не пускали, стики там большие, например, 50 или 100, как в индийской компании, у них на уровне законодательства было ограничение для иностранных инвесторов, которые в ранние компании могли заходить, с вами там больше, чем 100 тысяч. Такие нюансы были, когда мы соглашались на это, но когда ты делаешь 50 инвестиций в одну компанию, в другую 500 или там 2 миллиона, и когда пропадает, теряешь из 10% компаний, именно туда попадает компания в 2 миллиона, это очень болезненно для фонда, поэтому очень важно иметь последовательность, сказать, сколько ты делаешь ранних инвестиций, стики там 250, сколько 500, сколько миллионов, чтобы это было очень органично и, ну то есть не было перекоса здесь. Это тоже очень важно. Это стандарты, которые каждый фонд вырабатывает для себя сам, точно так же, как и вертикали, и которые он определяет сам. Должна быть компетенция внутренняя у партнеров, куда ходить, какие вертикали, соответствуют ли это и их компетенции. В нашем случае это 2 вертикали, я уже говорила, это автомотив мобилити и цифровое здоровье. Это, кажется, как-то 2 зверя вообще разные, но не очень одинаковые, потому что сегодня это все про новые алгоритмы, про обработку неструктурированных данных, структурированные данные, о том, как мы будем обучать эти алгоритмы этим структурированным данным и дальше имплементировать эти структурированные данные уже в вертикали интереса того или иного фонда, инвестирующего на разных стадиях. Сейчас все про это, то есть мир уходит вот в это направление. Поэтому мы пытаемся здесь быть в тех вертикали, которые нам комфортны, которые сейчас хайповые, в которых много вкладывается ресурсов. Мы видим, что они еще не доработанные, много еще интересных стартапов, тем, ну просто нейных очень много в здоровье цифровом, точно так же, как их очень много в мобилити. Потому что, в принципе, это темы, которые никуда не дезут, мы будем перемещаться, мы будем заниматься своим здоровьем. Сейчас все про ЗОЖ, это направление и стандартные темы, в которых тоже останутся всякие интересные новые фишечки, там, про аптеки. Мы все равно где-то жить будем, какие-то, какой-то недвижимости, скорее всего, уже в арендное через какое-то время. Может быть, будем иметь один дом где-то, остальное все будем арендовать. Это дешевле. Вот, соответственно, как с этим работать, где искать дешевле, как быстро менять, как безболезненно менять и не тратить на это деньги. Вот это про все. Ну, то есть как машину поменять и взять субскрипшн, а не покупать машину. Это уже сегодня происходит. Мы такие компании инвестируем. На день взял, на два взял, на неделю взял машину, покатался, поменял и вообще ты ничего не думаешь, тебя даже заправили. Заправили и все. То есть ты ни о чем не думаешь, все застраховано. То же самое с проживанием, чтобы люди могли легко перемещаться, сейчас все про мобилити. И это большой-большой передел, который будет. Китайцы 5% только имеют паспорта, то есть 5% куда-то ездили. Если эта часть населения начинает куда-то ездить, представляете, что будет в тревеле. И это не только там. Американцы, половина американцев, а дальше своего штата никуда не ездила, никуда не выезжала. Это тоже категория, которая еще вздрогнет. То есть вот тревел и перемещение, новые какие-то переделы. Но их уже будут покупать большие компании, которые там уже сидят на тревеле. То есть мы не зря строили эти первые три компании в тревеле, потому что когда это был гиперхайп, а сейчас они уже заняли там свои ниши на глобальном рынке. Теперь только докупают компании, которые делают какие-то новые фишечки. Ну, для тех, для Азии, которая едет в Европу, например, или американцы, которые начали куда-то ездить и так далее. Это очень интересный такой механизм, очень живой. Его нужно постоянно отслеживать, но есть очень понятные правила и движения, за которыми можно легко уследить, если тратить на это ну сколько-то часов в день, отслеживая информационные потоки. Виктория, я с трудом успеваю за вами. Вообще есть ощущение, что вы вот, я на Запорожье, а вы на Тесла пронеслись. Я спрашиваю, а что это было? Ваш переход вот в эту тему, да, из, скажем так, из оффлайн-бизнеса, да, вот сегодня вы немного об этом рассказываете, про свои уроки, переход к работе с бизнесом будущего, да. Насколько он органичен был? Ломка происходила? Сейчас как рыба в воде, очевидно. Да, ломка происходила, потому что мне не доставало вот этого нагруженности на мозг, то есть чего-то такого, что дает пищу днем, а какого-то интеллектуального казино не хватало. То есть хотелось постоянно то есть разных входящих потоков, информации, работы на разных звуковых дорожках. То есть мне этого очень сильно не хватало, потому что когда ты в монобизнесе, я показывала, то есть это крупнейшие глобальные лидеры, там и Шлик, и Примус, и Лавамаки, и у вас большие такие компании, которые имели каталог, условно, но один, который я могу за один день выучить. То есть мне не доставляло это труда. И когда ты уже все понимаешь, за один день ты знаешь там, что, почему, сколько, какие модели, сколько это стоит, все скучно. И ты думаешь там, почему полковнику никто не пишет? То есть у меня такая, это ж грусть была, то есть мне никто не писал. А сегодня, когда у меня в ящике там 100 тысяч имейлов не прочитаны, я, наверное, понимаю, что Боженька услышал, например, и как дал мне то направление, которое хотелось бы, и все, и теперь у меня вот такое счастье. Про уроки вы говорите, все-таки работа с бизнесом будущего. Вы немножко затронули о том, что будет потенциально в ближайшие годы, да, зачем будущее. Какие вот три урока вы могли бы выделить, которые мы должны все, кто заняты в бизнесе, в современной вообще жизни, усвоить, глядывая на бизнес будущего? Первый урок очень важный, это все-таки все идет глобальной диджитализацией. Нужно все это понять, принять это. Поэтому, допустим, если хочешь в этом разобраться, неважно, какой у тебя бизнес, оплайновый или онлайновый, все равно это будет, то есть нужно отслеживать это движение. Если хочешь заниматься этим профессионально, нужно это делать профессиональной командой, заниматься этим 24-7, потому что по-другому это не работает. Как в любом бизнесе, собственно, так в любом бизнесе. Занимаешь этим четко, привязано и 100%, даже колл прорастет. Тем более в этом бизнесе все меняется, меняется, меняется. Диджитализация, это первое, да? Да, диджитализация, нужно быть в потоке. Быть в потоке, если ты какой-то профессионально с профессиональной командой, если ты хочешь прикоснуться к этому, нужно хотя бы какое-то время на это тратить, хотя бы несколько часов, чтобы в этом поразбираться. Очень важно иметь понимание, что каждая модель, она своевременна. То есть есть время каждой модели. Что-то может быть не своевременно, что-то своевременно, а что-то уже время ушло. Но это вот одно слово не объяснишь, это очень длинный разговор. То есть есть своевременность модели, мы это понимаем, отсматривать 2-3 тысячи проектов каждый год, это своевременная модель. То есть либо отказаться, либо просто ждать, когда придет время. Да, просто пример тебе приведу, например, когда AR, например, Augmented Reality, да, или VR, да, то есть оно еще не там, то есть сама технология еще не доработана, то есть еще много чего делать, чтобы картинка была красивая, чтобы этот контент был интересным, оно еще не там. А блокчейн тоже не там пока, да, то есть не время еще. Это отдельно, а блокчейн, он там уже, то есть там, как работает там, но блокчейн тут связан с государственной политикой. То есть блокчейн на сегодня может быть реализован только в рамках корпораций или каких-то, допустим, понятных бизнес-вертикалей, да, для каких-то бизнеса, где нужно отслеживать, ну то есть право собственности, ну не знаю, там, начиная там от бриллиантов, просвещения алмазов, до там, от реального заверения недвижимости и так далее. То есть понятных вертикалей. Но как только блокчейн, а блокчейн это тема, которую надо связать очень глобально всю экосистему, стран, государств и политик, вот это уже беда. То есть как можно, то есть это настолько сложно выйти на то, чтобы это можно было видеть глобально, сквозняк, да, допустим, что происходит на разных странах и территориях, то есть оно еще не там. То есть государства еще не имеют этого нацсовета, как в футуристологических фильмах, понятных нам, там, там, где джедаи и все остальное, там, где есть глобальный или там какой-то универсальный совет. Когда будет какой-то универсальный парламент, тогда эти вещи можно делать. Сегодня это очень сложно. Можно, например, в каких-то кластерных территориях в Европейском Союзе или еще где-то, здесь какие-то договоренности. Но это, опять-таки, только часть-часть экосистемы будет захвачена. Дальше уже, допустим, это вообще-то уже не следишь. Ну, по каким-то... Ну, это тоже такой диетный разговор. Своевременность. С первой цепровизации, своевременность. Своевременность. Какие-то вещи нужно подождать. Где-то не лезть, когда ты понимаешь, что ты не договоришься с государствами или даже с одним государством. То есть есть такие, как был человек, ты перевел правильно. Многие другие еще тоже вещи. То есть поэтому мы ждем. Мы понимаем, что сегодня своевременно. Это автоматикмобилити. Сектор очень интересный. Потому что много переделал. И это уже горизонт 10-20 лет. Воронка открыта. Через 5-10 лет, допустим, уже стартапы основные, основные такие вертикальные направления будут разобраны. И дальше уже эти направления будут себе перекупать другие направления. Объединяться. Там уже будет консолидация. Консолидация страновая. Консолидация межстрановая. И так далее. Что еще интересно, что время, модель, это все факторы, которые связаны вместе. И нужно вместе отслеживать все. Это как один такой важный пункт. И самое главное, конечно, очень важно делать правильный люди-дивижность по компании и правильный персональный дивижность. Я уже об этом говорила. Потому что с этого все начинается. Но для того, чтобы все это сделать, опять-таки, это время. Я бы говорила, что мы тратим 5 тысяч часов на нашу команду в год на отбор всего 15-20 проектов из 2 тысяч, 10 тысяч на оценку проектов. И еще много-много времени на персональные люди-дивижность, подготовку материалов, на аналитические отчеты, репорты. Для того, чтобы сложилась картинка, с которой потом можно работать. Поэтому вот такие вот основные вещи. Если кто-то из предпринимателей, вагатив бизнеса, хотят к этому прикоснуться, нужно начать хотя бы читать Crunchbase, читать TechCrunch, Wired, The Next Web, то есть полезные другие издания, где пишут про это, напитываться информацией, хотя бы для старта. Дальше лучше присоединяться в клубы, потому что очень большой риск из потери денег. Очень большой риск. Когда ты не понимаешь, куда двигаться, ты очень такой, очень ты восприимчивый к умным девочкам, мальчикам, которые рассказывают рассказы о том, что они делают. И это все космос. Все кажется космосом, состоит из офлайна. То есть все онлайновое какое-то составляющие, это космическое, нереальное. И это вот все, я на это хочу заработать. Осторожно. Здесь осторожно, потому что это очень чревато, потому что столько всего происходит, столько есть похожих моделей, которые уже добежали, и нужно это все проанализировать. Это огромный, огромный такой класс работы. Поэтому главное не ошибиться. Лучше в такие же клубы, как у нас, например, в Украине есть клуб iClub, где частные инвесторы могут маленькими тикетами пробовать себя в частном инвестировании в стартапы, чем успешные стартапы, отобранные уже нами, и куда мы свои хромные деньги кладем. Это очень важно. То есть тем фондом, лидером на территории, который сам уложит свои деньги, который уже сделал этот весь комплексный due diligence, и тогда это не так страшно. И даже при этом из 10 компаний можно одну компанию потерять, а может быть две. К этому нужно быть готовым. Но в результате это того стоит, потому что ты зарабатываешь там 25% годовых, и тебе это, ты обучаешься самое главное. Ты обучаешься, ты зарабатываешь, у тебя минимальные риски, если ты действуешь правильно. Виктория, спасибо огромное за то, что помогли прикоснуться к будущему. Я еще долетаю, честно говоря, до него, так что спасибо вам большое. Спасибо.